Ой, слушайте, ржу не могу. Вот такими заголовками накануне пестрили все пропагандистские СМИ, зачитаю один из. Россиянам объяснили, почему для экономики плохо, когда цены на товары снижаются. Не поняли? Тогда еще раз пропагандисты уже настолько за дураков нас с вами считают, что на полном серьезе начинают писать какую-то ересь, ахинею. В данном случае клоуны лечат своих больных на всю голову ватных читателей сказками о том, что снижение цен это беда на самом-то деле. Я, если честно, вот даже не знаю, как подобное комментировать. Вы что, с ума сошли, что ли? Вот именно, Владимир Владимирович. Окончательно с катушек ребятишки слетели в попытке лизнуть поглубже. Чего ждать дальше? Россказни о том, что достойные зарплаты разрушают общество. О том, что качественные продукты вредны для здоровья. Хотя, чему я удивляюсь, вот ведь только в прошлом выпуске ухахатывались новости, как одна сумасшедшая из счетной палаты втирала скребцам дичь про ипотеку на однокомнатные квартиры. Обставила все так, будто оно стимулирует людей на проживание в некомфортных условиях. Ну, типа покупает человек однушку и все. На все забил, не развивается, поэтому государство не должно такие поползновения поощрять. Не прошло и семи дней, гибельсята уже новыми бреднями бросаются. Теперь еще раз поют. Чем выше цена, тем лучше для дебилов. Хотя, для дебилов оно может и правда лучше. Ну, а мы начинаем. Но если бы только пропагандисты хи*** унесли, простите мне мой французский, пресс-алкаше российского МИДа Захарова продолжает радовать. На прошлой неделе Синее, помним, да, пародию на эротическую фотосессию. По соцсетям разбросала. Ну, я про случаи, когда мадам, видимо, с перепоя, с клубникой в пасти позировала. Смеялись всем госдепам. Нет, Господи! Нет, Господи, пожалуйста, нет! Нет! Потом, вероятно, так и не просохнув, понесла какую-то чушь о заговоре чуть ли не инопланетян. Против великой и могучей в день, когда Белгород якобы украинцы обстреляли, пострадали мирные граждане. Так вот, Халуи тогда зачем-то к этой забулдыге за комментариями поперлись. Ой, вы просто ее послушаете. Ну и, конечно, никаких пруфов. Мы понимаем, что эти действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а, скорее всего, подсказаны ими. Делается это, конечно, для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода. А потом еще больше раскрутить антироссийскую истерию. Ставь улицу, да! Ты, б***ь, да! Дай мне выход! Но лично в моем рейтинге первое место я бы отдал вот этому рассказываю. В начале текущей недели в соцсети просочилась инфа, которую, похоже, пропагандисты сами и слели. Даже они уже иногда не в состоянии такой бред публиковать, потому что... А может, кто-то из высоких чинов табу на он и наложил? Ну да мы отвлеклись, короче. Публикация не первой свежести почти сразу же, оно было везде заблокировано, но интернет-то все помнит. Если стоите сейчас, лучше присядьте. Ну или хотя бы держитесь за что-нибудь. Вот, США пытаются занять место России на мировом рынке высоких технологий. Чего? Вот-вот, и не только я так отреагировал на данные измышлизмы, выпивохи, видимо. Поэтому оно и никуда и не пошло в итоге. Но ненадолго прервемся, чтобы перевести дух, это реальная журналистика. Славься, страна, мы гордимся. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Мир не стоит на месте. Все течет, все меняется. То, что еще вчера казалось стабильным, сегодня перестает быть актуальным. Экономика встала на новые рельсы. Может быть, пришло время и вам задуматься об изменениях. Может быть, настала пора сменить профессию, например. IT, грамотное решение. А самые востребованные и оплачиваемые ребята в этой сфере – дата-сайентисты. Они создают и обучают нейросети, которые сегодня применяют и везде. От рекомендаций видео на YouTube и голосовых помощников, до роботов и беспилотных автомобилей. Такие специалисты в большом количестве нужны любой компании. За такие навыки работодатели очень хорошо платят. В России дата-сайентист среднего уровня получает от 200 до 220 тысяч рублей. Если вы хотите получить интересную, востребованную, а главное – актуальную профессию, я рекомендую курс «Дата-сайентист» от «Skill Factory». Плюсы максимум практики, занятия с экспертами, поддержка менторов на всех этапах, стажировки, индивидуальная подготовка к трудоустройству. Минусы? А их нет. Преподаватели практики из таких компаний, как Яндекс, Инновидия, МТС, кроме того, в школе мотивируют. У вас будет персональный ментор, с ним у вас огромные шансы успешно завершить обучение, а не забросить через пару месяцев. Формат занятий удобный, вы сами регулируете темп и нагрузку, можно идти быстрее или медленнее группы. А карьерный центр поможет составить резюме и трудоустроиться на новую работу. «Skill Factory» первая в рейтингах, можете сами посмотреть отзывы в интернете. Я лично не смог найти ни одного плохого. Поэтому смело рекомендую вам эту школу, в общем, прямо сейчас. Переходите по ссылке и подавайте заявку на курс «Дата-сайентист». А по промокоду «Журналистика» получите максимальную скидку в 45%. Дерзайте! Так о чём мы? Ах да, о Маше, которую давно пора сделать лицом рекламной кампании «Боярышника». Мадама, напомню, ляпнула о мировом рынке высоких технологий, на который мы, оказывается, претендуем. И если бы не США! Кстати, вот вы смеетесь, а ведь данные бредни далеко не всегда остаются просто холостым выстрелом в небо. Много раз обращал внимание, что нередко подобная чушь попадает в отчёты, которые затем ложатся на стол великому кормчему. Ну там же тупоголовые, каждый второй и все спешат выслужиться. А для дедушки, как известно, такие словосочетания, как высокие технологии, например, это просто набор звуков. Но он по наивности верен. Своим халуям, думая, предполагают. Эти-то разбираются, значит, нужно что-то на эту тему сказать на публике. И как? Вряхнет за тем где-нибудь что-нибудь? Может быть, та технологическая отсталость, которой нас пугают, это в каком-то смысле, если она состоится, не катастрофа, а шаг к спасению, чуть-чуть приотстать, посмотреть, как у них там будет с этими существами. И понять, куда мы будем развиваться. Прогресс остановить невозможно. И не нужно стремиться к тому, чтобы помешать восходу Солнца. Нужно просто подумать, как с этим быть. Ложиться, загорать сегодня? Или лучше воздержаться? Возделывать там на таких-то территориях пшеницу? Или лучше заняться чем-то другим? Да ну, отец! Ты видел? Видел? И в итоге выглядит потом наш главнокомандующий таким посмешищем. Вот недаром показал этот видеофрагмент двухнедельной давности с как будто бы Международного экономического форума в Санкт-Ленинграде. Дед сидит. Что-то там говорит о техническом прогрессе, о том, что остановить прогресс невозможно. И даже типа шутит по этому поводу. Ага! А по прошествии совсем небольшого временного отрезка на публике появляется представитель крупнейшего банка страны Сбера. Еще раз, крупнейшего банка Российской Федерации. И выдает буквально следующее внимание на экран. Чипов стало мало, стоить стало дорого. Соответственно, наши коллеги из центра эмиссии придумали решение близко к гениальному. Или имплантация чипов банковских карт. То есть мы начали выковыривать чипы из карточек и вставлять их в новые карты. Замечательно. Поразительно. Гениально. Твою мать! О каких? О каких технологиях они говорят все, включая Путина? О каком техническом прогрессе, если в Сбере, блин, чипы из старых пластиковых карт собираются выковыривать, чтобы поставить эти чипы в новые карты? Занавес. Ёппер СТ. Смешнее только вот это, по-моему. Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки. Этому больше не наливать. Ладно, давайте на более приземленную тематику. Ближе к людям, так сказать. Оно, кстати, как раз наглядно демонстрирует, как на России выглядят те самые высокие технологии. Итак, помните, некоторое время назад победал добрым словом Икею. Ну, вы все знаете, что мебельный гигант объявил о своем окончательном уходе из России. Это их выбор. Понятно, что люди не хотят, в том числе и под санкции, подставляться. Тем не менее, несколько месяцев назад компания всего лишь приостановила свою деятельность в нашей стране на время. Они хотели посмотреть, как будут развиваться известные события. Надеялись, как и все нормальные люди, что политики между собой все-таки договорятся. Здравый смысл возобладает. Не случилось. И вот теперь объявили, повторюсь, что все уходит. Впрочем, я-то сразу предположил, уйти по-человечески ребятам не дадут. Отберут все, что можно отобрать. Послушайте, а чего мы не национализируем просто эту Икею? Все эти склады, все эти магазины, там работают наши люди, они сейчас останутся без работы. С какой стати? Это наша земля. Мы их сюда пустили. Они ведут себя по-свински, они нарушают все приемлемые нормы. Мы опять будем думать, что нам надо закон для этого принимать? Еще чего-то? Белорусские фабрики скопируют всю продукцию, которую делают Икею на счет раз. Кнопочку нажали, и все. Что мы сейчас там будем рядить, судить, согласовывать с теми, с этими, получать отзыв правительства? А здесь администрация президента, а здесь эти депутаты за, а здесь эти депутаты против. Мы не в тех обстоятельствах находимся, чтобы позволить себе роскошь вот такого отношения к этим вопросам. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Но вы же помните, чем закончилась идея с прощальной распродажей мебельного гиганта, у компании вдруг обрушился российский сайт. Именно российский. Перестали проходить заявки. Перестали проходить платежи у тысяч наших соотечественников. Где-то там зависли миллионы рублей. Совпадение? Да, совпадение. И сразу же нашлись какие-то типа общественники, которые завизжали. Все, да и пойдем. Нехай активы той йокеи арестовывают. На медней языке еще более забавная инфа прилетела. Шведы, вероятно, поняв, что их сейчас начнут дрючить по полной гайке с целью отжать все, пошли на очередные уступки россиянам и предложили сотрудникам не просто уволиться в связи с ликвидацией компании, а вот, знаете, в Трудовом кодексе РФ есть такое понятие, как увольнение по соглашению сторон. Вот они и предложили, ребята. Не переживайте, с узелком на улицу не выгоним. По 7-8 окладов выплатим каждому, чтобы вы понимали, сколько это, ну, предположим, 50 тысяч средняя зарплата в Туэкее, хотя я не знаю на самом деле сколько. Ну, вот где-то по 400-500 тысяч на брата людям готовы заплатить в качестве выходного пособия. Неплохо, да? При том, что все сотрудники 15 тысяч получали зарплату и во время вынужденного простоя все эти полгода с февраля, то есть порядочно. Бизнесмены с нашими хотели поступить, как думаете? Что началось сразу после? А Ваньков кто-то науськал провести некий флешмоб, мол, нет, мы не уйдем, и на ваши условия мы не согласны. Дураки уже в процесс включились, даже не попытавшись задуматься о том, что стали разменной монетой в чужой игре под названием... ЦАП-ЦАРАП. А хотите, я расскажу, чем все закончится? Ну, очевидно, что Икею уже приговорили, ЦАП-ЦАРАП состоится, шведы потеряют все, что у них есть здесь и сейчас, не дадут им вывести из скреп державы ничего от слова совсем. Я вам расскажу, чем все закончится для Иванушек-дурачков, которые снова поверили ЦАП-ЦАРАПАЧАМ, а не чем хорошим. После того, как компанию сначала засудят, затем арестуют все, что можно арестовать, и передадут типа оздоравливать какому-нибудь Потане, но этих дураков тупо выпнут под зад. Без 7-8 окладов, которые предлагают сегодня, с голым задом, и побегут они плакаться. Мне, например, или еще кому-то из моих коллег, вот только я этим помогать не стану. Потому что если человек идиот, то это надолго. Вы можете вспомнить хоть один рейдерский захват, по итогам которого людям, простым работягам, хоть что-то обломилось. А то, что сейчас происходит с Икеей, это именно рейдерский захват. Можете, нет? А ведь рейдеры всегда задействовали в своих грязных схемах трудовые коллективы, и всегда эти трудовые коллективы затем опрокидывались. Но история Ваню ничему не учит. Очередной передел мы с вами наблюдаем, и Ваня снова наступает на те же грабли. Не напомните мне, зачем когда-то придумали, чтобы люди учили историю правильно? Чтобы не совершать ошибок в будущем? Потому что история циклична, а впрочем, это уже не про русского. Не вижу. Все, переваривайте. За рамки хронометража снова вылезли. Реальная журналистика. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова